привет дорогие мои привет привет у нас макбанк мы находимся в калифорнии где-то где-то сегодня второе второе кажется января у меня бутерброды со шпротами не свежие не свежие я очень люблю не свежий знаете когда чуть-чуть черствый хлебушек я вчера намазала это все майонезом с чесночком и оставила чтобы он был чуть-чуть не свежий такой вот знаете черствый вот а это супчик овощной ребята на курином бульончике ребята после нового года обязательно должен быть супчик обязательно чтобы желудок вам не кричал ты шо сволочь делаешь со мной сегодня с лёшкой спорили знаете о чем кто смотрел фильм брат и брат 2 когда-то когда этот фильм вышел стал знаменитым даже бабушки у меня на работе говорили что данила багров чуть ли не народный герой царские шпроты бочковые огурчики и чуть-чуть черствоватый хлеб с чесночком это как раз те бутерброды которые сам праздник мало кто ест а потом на следующий день вот они пролежали на столе целую ночь они такие вкусные кажется дай ужинка дай ужинка она меня ругается все время на меня ругается и вот когда мы разговариваем по поводу фильма брат брат 2 я не понимаю как человек спокойно убивающий людей неважно каких может быть героем народным я не понимаю как добрый хороший воспитанный мальчик может убивать людей без ненависти без злости у которого ничего в душе после этого не остается блять маньяки какие-нибудь пацаны из афгана которые по которым приходилось убивать может быть потом всю жизнь по ночам скакивают во сне а этот не вскакивает вот такой хороший мальчуган который убивает людей за брата бандита урода и при этом он делает это вообще очень очень спокойно как так может быть какая должна быть психика у человека чтобы он так спокойно убивал людей корейская морковочка вот правильно лежа сказал даже вот девочка которую он привел к себе вот это вот хотел сказать трак драйверша господи боже мой с ума сойти троллейбусница ведь у нее муж какой подонок и бил ее и все на свете и бил и пил а ведь выбрала она его потому что он может быть и бил и пил но вот так убивать равнодушно людей он никогда бы не смог и она бы не смогла никогда быть человеком который так просто убивает как можно чуть ли не народным героем объявить ему объявить персонаж который по моему в первом фильме он убивает по моему 6 человек а во втором фильме что-то больше 20 а может больше 30 ни в чем не повинных людей просто попавшихся ему по дороге да это даже не важно убийца не убийца я уже как-то говорила когда кино иногда в книгах маньяки спрашивают там а ты пробовал убивать ты думаешь это легко а ты знаешь как звук там кожи звук тела когда ты его режешь или стреляешь на то есть они понимают что это поставь лёшенька пока то есть они понимают что это ну что это не просто убить человека тут появляется мальчик добрый хороший мальчишечка даниила багров который ради урода хоккеиста урода который ради урода брата надо убить убью спит спокойно не мучается не грамма понимаете и я все таки наверное соглашусь с лёшей что все-таки автор преследовал целью показать совсем другое нежели приняли люди как герои его приняли куриный бульон курочка капусточка капусточка свежая капусточка квашеная кукуруза и много зелени это вообще это высший пилотаж ты куда ухожу я тут потому что и вы посмотрите уже неравнодушно их убивает такое ощущение что он их вообще не убивает он даже не запаривается эти лица никогда не будут стоять перед его глазами никогда ему похеру хотя он смотрите какой мальчишечка хорошенький он так любит людей он так любит родину в чем сила бра ну как нормальный хороший мальчик даже если мы говорим сейчас о подонках может спокойно убивать людей ну-ка нормальные люди когда они убивают они потом иногда жить не могут с этим у меня так убила бабушка но в возрасте мне говорит это же герой чё в нем героического ну что в нем героического я не хотела бы где-нибудь рядом иметь такого героя ну не хотела бы там я не знаю кого привести пример там света свет горгоны да она работает там с офисом с девчонками да приезжает уезжает представьте себе вот такой вот данила багров пришел и просто убил свету потому что она заехала в офис убил девочку на ресепшене потому что она протягивала свете документы да а потом уже пошла и убила там врача он пошел и убил врача у свете к извини но ты не было только что я тебе думала вы представляете что это такое хороший мальчик надо же про родину блять сказки рассказывает стихи рассказывает про колосок каждый колосок я вообще думаю что автор хотел просто показать как может изуродовать действительность он не положительный герой совершенно неположительный я не знаю у него он убивает как вот знаете наверное если бы он был еще побольнее мозгами так убивают маньяки не эмоций не зла не ненависти все взвешено спокойно взял убил понимаете грузик нам уже подогнали пацаны люблю наших диспетчеров мальчики если смотрите моего канал я вас люблю они такие умницы мне так с ними комфортно работать люблю работать с людьми которые хотят работать и также зарабатывать деньги овощной суп сейчас это то что надо один мой муж поэтому ребятушки а вы вспомните его брата сухоруков которого играет это урод конченый урод извращенный лёшка ты отвечаешь мальчиком конченый урод извращенный которому я не понимаю вообще ради ради него кого можно убить но по мне так его брат мне гораздо понятнее чем он его брат принципе мошенник бандит там скорившийся мент да он понятен мне но я уверена что ну то есть он хотя бы не 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 показывает себя хорошим парнем понимаете я не чайно блять я еще раз не чайно ребят напишите мне что вы об этом думаете если он для вас герой вы поймите дело не в том что он убирает убивает подонка дело в том что у него в душе даже не остается он не ёкает что он убивает людей у которых дети у которых матеря которые может быть достойны не того чтобы их убили а хотя бы ну посадили дали право перевоспитаться дали право подумать да прошел каждого есть право поэтому вот скажите мне насколько он для вас герой нет то что бодров играет офигенно эту роль это никто не спорит я обожаю этого мальчика мне очень нравится как он играет я я например обожаю в кавказском пленнике обожаю ну то есть не очень жаль что такие мальчишечки уходят погибают но тем не менее про этого героя пожалуйста опишите что вы о нем думаете он для вас герой вот это вот и есть лицо русского человека ответьте мне пожалуйста потому что со мной очень многие спорят а не надо со мной спорить все ребятушки пока пока я вас люблю целую пожалуйста ну я не могу просить вас поддержать меня но хотя бы напишите свое мнение даже если она отличается от моего пока пока